Всем привет! Пока мы были поглощены новостями о слиянии Microsoft и Blizzard, датамайнеры вовсю занимались раскопками секретов Shadowlands на тестовом сервере и смогли отыскать много интересных моментов. Больше всего меня впечатлило то, что навыки датамайнеров значительно возросли, теперь они способны раскапывать даже модели героев и их анимации синематиков, а это может нам о многом рассказать. В одном из прошлых роликов мы вскользь упомянули о Сильване, которая по догадкам должна спрыгнуть в утробу. С того момента эта информация обросла новыми подробностями, и сегодня мы покажем не только прыжок Сильваны, но и заготовки Андуина для нового синематика, а также покажем вам длительность каждого из четырех роликов и изменения анимации смерти тюремщика. Короче, сегодня будет насыщенно, поэтому желаю вам приятного просмотра. Небольшая реклама и начинаем! Perfect World это популярнейшее MMORPG для ПК, которое не теряет свою актуальность уже 13 лет. Недавно в игре был запущен новый сервер Galatea. На нем будут действовать рейты и печати наследие, увеличивающие количество опыта и трофеев за победу над монстрами. Благодаря этому вы сможете очень быстро прокачать вашего персонажа. Игроки Galatea не заскучают. Уже сейчас любой желающий может принять участие в марафонах развития и получить потрясающие призы. Прокачивайте персонажа, исследуйте подземелья и выполняйте задания. Или покоряйте идеальный мир вместе с друзьями и получайте свои награды. Perfect World полностью бесплатен. Ссылка в описании. Как мы вам говорили, в эпилоге «Конца Вечности» Сильвану ожидает суд на вершине Орибаса, и ее судьей станет Тиранда Шелест Ветра, которая должна огласить ей приговор. Сначала мне показалось, что Ветрокрылая просто-напросто отправится в изгнание, но Близзард решили придать загадочности ее уходу, чтобы игроки еще долгое время задавались вопросом «А что с ней? Выжила ли она или ее полностью поглотила утроба?» Простым языком, Сильвана по ходу после оглашения приговора эффектно спрыгнет с вершины Вечного Города прямиком в кровавый водоворот, где растворится на несколько лет, а может быть и навсегда. Вот анимация ее прыжка, пока что он выглядит очень коряво, но и не забывайте, что это всего лишь сырая заготовка. Также обратите внимание на высокополигональные модели Тиранды и Сильваны, созданные специально для заключительного синематика. Более того, Тиранду будет сопровождать ее личный питомец, лунная сова, которую мы знаем по Варкрафту третьему и по синематикам со смертью Натаноса и началом битвы за темные берега. Затем датамайнеры обнаружили заготовки для нового синематика с королем Альянса, Андуином Рином. А именно, высокополигональную модель Андуина в его прежнем облике без каких-либо изменений и анимацию небольшого уныния. Молодой Рин почему-то грустит, и понятно почему, ведь он пережил такие лютые ужасы за последние несколько месяцев. Вот только поклонников это тоже заставило погрустить, ведь, по их мнению, после пережитого внешность Андуина должна была измениться гораздо сильнее, должны остаться хоть какие-то следы принесенных им потрясений, но пока что их совсем не видать. Хотя есть и такое мнение, что нам покажут одно из воспоминаний Андуина, так же, как это было с Сильваной в последнем синематике. Возможно, разработчики еще доработают ее, или же они намеренно показывают нам новый облик короля, чтобы сохранить интригу. Однако я больше склоняюсь к тому, что модель Андуина уже никак не изменится. Пишите в комментариях свое мнение. Нужно сказать Андуину, что Майкрософт выкупила Близзард, может тогда ему станет повеселее. Что же касается новых синематиков, всего их в конце вечности ожидается 4. Датамайнеры смогли выяснить длительность каждого из них, сейчас вы видите информацию на экране, но я на всякий случай зачитаю. Первый – 25 секунд, второй – 51 секунда, третий – 1 минута 23 секунды, четвертый – 2 минуты 42 секунды. Скорее всего, два синематика пройдут за пределами рейда. Один из них точно будет посвящен превращению Пелагия в нового арбитра, а другой – эпилогу Шэдоулендс, суду над Сильваной. Оставшиеся два синематика нас ждут в гробнице предвечных после победы над Андуином и после гибели тюремщика. Пишите в комментариях ваши предположения, какой из роликов подходит под отведенное на них время. Очень хочется узнать ваше мнение. После того, как мы отправимся в машину созидания для сражения с Ваалом, нас ждет небольшая сценка. Разговор между главными героями, что отправится вместе с нами. Мы прибыли в самое священное место, самое сердце космической закономерности. Тюремщик попытается завладеть нашими разумами. Ты уверен, что мы сможем воспротивиться его силе? Конечно! Ну, теоретически. То есть без надлежащего тестирования? Если ты обнаружишь себя наставившим топор на своих союзников, то это и будет ответом. Также лидеры Орды и Альянса будут принимать активное участие в сражении, а не как обычно стоять в сторонке. Об этом свидетельствуют размерах моделей, что в два раза превосходят самых рослых игроков. И напоследок покажем вам небольшое изменение в анимации, но огромное изменение в сюжете. Помните, относительно недавно мы засветили вам модель сломанного прототипа тюремщика. Уже официально известно, что это именно выведенная из строя оболочка звала, оставшаяся от него после смерти. Вот только эта оболочка находится в сидячем положении, а звал умирал, падая на спину. Близзард поправили этот момент и выкатили на тестовый сервер новую анимацию. Теперь звал застывает в сидячем положении, как и положено. Все звезды сошлись, и в синематике нам покажут, как сгорит плоть на его теле. Сколько же много всяких сливов, остается только дождаться выхода обновления и посмотреть на все в законченном виде. Дата выхода по-прежнему неизвестна, однако Майк Ибара, президент Близзард, обещал выкатить какие-то важные анонсы по играм на следующей неделе. Вполне возможно, что это касается и даты выхода обновления, а может даже и даты анонса нового дополнения. Все может быть, особенно после новости про объединения с Майкрософт. Сейчас самое время радовать поклонников и поднимать рейтинг доверия, и мне кажется, Близзард это прекрасно понимают. Обязательно подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать ничего интересного. Как вы заметили, мы всегда быстрее пули делимся с вами всеми важными новостями, а вы взамен можете поделиться с нами позитивными эмоциями, прожав кнопку подписки, лайка и колокольчика. Также подписывайтесь на группу ВКонтакте, в ней мы постоянно публикуем вот такие мемы собственного производства. Всем большое спасибо за просмотр, до новых встреч!